Привет всем! Внимание, сейчас будет байка. Небольшое предисловие. Я тут по делам своего исследования полезла в старые китайские легенды о бодхисатве Ти Цзанг, он же Джизо в Японии, и нашла абсолютно замечательную историю, которая мне очень-очень понравилась. Итак, когда-то давным-давно был, жил-был в Китае благочестивый монах, которого звали Тин Фа. Монах занимался в основном тем, что день и ночь молился. У него была большая-большая светлая мечта, чтобы перед ним явился воплоти бодхисатва Ти Цзанг. И вот он молился, 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 молился он три года, и однажды в их монастырь пришел молодой и никому неизвестный монашек, попросился на ночлег. И вот пока он стоял там, договаривался со всеми, по коридору проходил тот самый Дин Фа, монашек его увидел, заговорил с ним, сказал ему буквально несколько слов, и к изумлению всех окружающих взял и растворился в воздухе. И находясь в некоторых непонятках, обитатели монастыря подошли к Дин Фа и спросили, о чем вы вообще говорили, он единственный, вот он с тобой поговорил и растворился. Что же он тебе такого сказал? А Дин Фа сказал, ну, он мне сказал, что, мол, желание твое исполнить нетрудно, только мало ты чего-то хочешь. Но я не понял, что это. Но тут кому-то из его друзей пришла в голову мысль, сказал, так ты же все это время молился, чтобы увидеть, воплотив их ясатву Тидзанга. Ну вот, вот, это он к тебе и пришел, и сказал, что ну да, ну показался я тебе. А дальше-то что? Дин Фа понял, что так оно и было, ужасно расстроился, плакал целый день, но потом понял, что действительно какое-то глупое у него было желание. И с того момента стал стремиться к просветлению. И вот через какое-то время он был вознагражден явлением Бадхисатва Тидзанга, теперь уже во сне. И Тидзанг сказал, извини, конечно, за такой тонкий троллинг, но надо было тебя как-то направить на путь истинный, а то ты такой старательный, но делаешь все не так и не с той мотивацией. Ну вот теперь все у тебя будет хорошо, и ты себе уже своими молитвами даже обеспечил возможность перерождения в небесах Тущита. Может, кто тебя знает, может быть, даже и до просветления домолишься. Вот такая интересная история с хорошим финалом. Всем спасибо, пока-пока.